Четвертый уже Роберт Фринс. Робин, точнее говоря, Фрагоне, он уже финишировал пятым. Ну и проблемы у Ричи Стэнуэя. Ричи Стэнуэй, напарник Марка Соренсона, где-то там, по-моему, застрял в боксах. Пытался Бёрд. Героический Сэм Бёрд пытался что-то сделать. Вот Даниил Маве промчался мимо. И, удивительно, первый поворот обошелся без столкновений. Вот тут были небольшие сложности. По-моему, это как раз Николай Марцинка. Немножечко потерялся на выходе из источника, но в целом этот очень коварный и опасный первый поворот, одна из жемчужин этой трассы, обошелся без контактов. Один из немногих бразильцев мировой серии Рено Александр Ниграо ведет свою машину команды Драко. На счету Ниграо, я напомню, уже есть выступление здесь, но выше 11-го места на финише он ни разу не поднимался. Вот так, глазами Сэма Бёрда. Смотрим повтор старта. Магнусон сразу умчался вперед. Жуль Бьянки попробовал было потягаться с пилотом АСР, но Сэм Бёрд четко удержал траекторию. Остался внутри в источнике и остался на второй позиции. Он лидировал в Монако. Ну, а теперь Сэму Бёрду нужно атаковать лидера Кемина Магнусона. Первая пятерка уезжает. Дальше Уэртос шестой. У нас закончен уже второй круг. Уэртос на шестой позиции, который пока у нас главный антироссийский злодей. Ну, в этой гонке, естественно, не поймите меня, это все, конечно, небольшая шутка. Розенцвейк седьмой. Дальше пик Мавэ и Алешин. Россияни на девятой и десятой позициях. Это такая небольшая, но очень принципиальная, я вам скажу, схватка. Давно эти пилоты знают друг друга. И вот теперь Мавэ и Алешин рядом на трассе. Стивенс 11. Дальше Ника Мюллер. Росси. Александр Росси не блещет. Напомню, у Росси уже есть 25 баллов. Он один раз приехал на подиум. Бронзовый призер этапа в Монако. Ну, а это Артур Пик, младший брат Шарли Пика, пилота Маруси и пилот команды Дамс. Скажу еще вот что. Из всех участников этой гонки пока проблемы у Лукаса Форести похожи. Нет? Или это Артур Пик? Это, скажу вам точно, это Артур Пик. Артур Пик теряет позиции. Пик действительно пропустил, похоже, одного или двух соперников. Так вот, скажу вот что. Из 26 участников этой гонки только один, Михаил Алешин, прежде поднимался здесь на подиум в СПА. В мировой серии, конечно же. Он выиграл гонку в чемпионском сезоне 2010 года. Ту знаменитую дождевую гонку. Ну, а все остальные приезжали сюда, выступали здесь, но даже на подиум не поднимались. Ну, вот, скажем, Даниил Мавэ был четвертым. Новый напорник Вальтер Грубмюллер был шестым. Седьмым финишировал здесь Александр Росси. Восьмым Джейк Розенцвейк. Но подиумы здесь были только у Алешина. Ну, сегодня эта традиция, понятно, что нарушится. Потому что, ну, даже если россиянин приедет на подиум, кто-то еще двое там с ним будут стоять. Ну что же, Магнус сонлидирует. Берт атакует. Берт атакует перед автобусной остановкой. Сэму нужен этот титул. Ему нужна эта ступенька, чтобы, толкнувшись от нее, прыгнуть в Формулу-1. О чем, конечно, мечтают все. Но пока удается только гонщикам молодежной программы Рэдбула. Всем остальным, включая первого победителя мировой серии в СПА Пастора Мальдонадо, требует еще какое-то время в чемпионате Гран-при 2, чтобы потом оказаться в Формуле-1. И там уже, как в случае с Пастором, выиграть. Напомню, в этом сезоне пилот из Венесуэлы одержал дебютную для себя победу в Формуле-1 на Гран-при Испании. Ну а у нас позади уже три полных круга. Напомню, регламент без спидстопа сегодня едем. Сегодня едем 45 минут плюс один круг. Пока что перестановок нет. И даже Артур Пик, как ни странно, вот той своей ошибкой не потерял позиции. Еще одна атака Берда. По внешнему радиусу здесь, после длинной прямой. И Магнус, он героически держится. Хочет он, конечно, принести команде Карлин третью подряд победу на этой трассе. Сложнейшей трассе, где очень много зависит от гонщика. И Соренсен. Смотрите, Соренсен активизировался. Черно-золотые цвета бывшей команды Gravity Harrows. Теперь она называется Lotus. В этой вот империи Lotus. Но империя, будем говорить, откровенно трещит по швам. Уже был грандиозный провал в Индианаполисе. Где просто сняли машины с моторами Lotus с дистанции. Не все, ладно, в других чемпионатах. Ну, посмотрим. Посмотрим. Заклинил у самого Соренсена в Монако Дроссельгаза. Он просто улетел там в бассейне, разбил машину. Фринс. Четвертый. По-прежнему Жульбинки. Пятый. Вот эта пятерка отрывается. Дальше Уэртос. Розенцвейк, Пик, Маве и Алешин. Россияне по-прежнему. По-прежнему довольно активные. Здесь Вальтер Грубмюллер. Вальтер Грубмюллер остро атакует. Если я правильно понимаю, атакует он Цойля Амберга. И, похоже, проходит своего соперника. Ну, а первая пятерка отрывается все дальше. Первая пятерка, похоже, готова свести спор за места на подиуме к своему внутреннему делу. Напомню, у нас было 26 пилотов для двоих. Антона Небелицкого и Кевина Корьюса. Которому в прошлом году здесь сильно не везло. Попытка выйти на старт не увенчала с успехом. Ни Небелицкий, ни Корьюс на старт не вышли. И долго-долго по-прежнему стоит в боксах Ричи Стэновой. Так что у нас 23 активных участника гонки. Его первая пятерка в 2,2 секунды. Но в ней пока нет перестановок по итогам четвертого круга. Зато есть перестановка чуть дальше. Артур Пик. Артур Пик смог обогнать Джейка Розенцвейга в споре за седьмую позицию. У нас коротенькая пауза и мы вернемся сюда в СПА. Продолжается первая гонка третьего этапа мировой серии. Но на трассе в СПА бельгийских Орденах. По-прежнему Кевин Агнусен и Сэм Бёрд возглавляют заезд. Марка Соренсен, Роберн Фринс и Жуль Бьянки замыкают первую пятерку. До финиша еще много времени. Многое может случиться. Небольшая ошибка Кевина Агнусена здесь в повороте по ООН. Не приводит к серьезным последствиям. Потихонечку эта группа растягивается. Ну а позади Карлос Уэртас. Так нехорошо обошедшийся с Михаилом Алешиным на первом круге. Становится первым сошедшим. Первым сошедшим. Ну есть что-то наверное такое гоночное на небесах. Что не оставляет незамеченным нехорошей поступки Карлосов Уэртасов. И теперь гонщик из Колумбии. Не имеющий проблем со спонсорами. Остался вне игры. И уступил свою в общем целом неплохую шестую позицию. Уступил он ее Артуру Пику. Но и еще одна была интересная перестановка. Внутрироссийское противостояние закончилось в пользу Михаила Алешина. Россиянин из команды РФР обогнал Данила Маве. И сейчас они занимают соответственно восьмую и девятую позицию. Ну а на десятую поднялся выступающий под двадцать первым стартовым номером Ника Мюллер. Ника Мюллер один из дебютантов мировой серии Рено. В этом году очень много дебютантов мировой серии Рено. Ну и еще одна проблема. Лукас Форести. Лукас Форести протеже Роберто Марена. Тоже бразилец, дебютант. Становится вторым сошедшим. Очень похожая ошибка была у его напарника Артура Пика. В этом же самом месте. Но Пик смог поймать машину. А Лукас Форести оказался, увы, вне игры. Довольно досадное обстоятельство. Но надо сказать, правда, что Лукас Форести занимал третью с конца позицию. Ну а здесь Соренсен. Марка Соренсен пытается предпринять первые атаки на Сэма Берда. Говорил я о том, что у нас очень-очень... Очень-очень много дебютантов. И на самом деле всего лишь 8 пилотов из 26 до этого провели хотя бы один полный сезон мировой серии. Ну и вообще нынешний сезон складывается, если говорить уж о цифрах, невероятно любопытно. У нас три гонки, три победителя, семь пилотов на подиуме и уже 20 гонщиков из 26 заработали очки. Это доказывает то, о чем многие говорили перед стартом сезона. Борьба будет невероятно упорной, невероятно плотной и равной. Ну, впрочем, даже в этой наиболее плотной и равной борьбе есть свои фавориты. Прежде всего это Сэм Бёрд и Жуль Бьянки. Протеже команд Формулы 1, которые должны были и уже выступали в Гран-при 2. Оба выигрывали в Гран-при 2. Нехорошо стоит машина Форесте. Здесь на выходе на старую часть трассы, туда к Бланшимону. Нехорошо стоит машина Форесте. Еще одна схожая ошибка и будет довольно серьезная авария. Но пока что гонка продолжается. Первая пятерка довольно далеко уже уехала от преследователей. Отрыв составляет добрых 10 секунд до Артура Пика. Можно, конечно, и столько отыграть. Посмотрим. Вновь Сэм Бёрд смог уехать от Соренсена, от вице-чемпиона немецкой Формулы 3. И догнать Кевина Магнусона. Ну а для Магнусона это серьезная проверка на прочность. С Магнусоном чемпионом Формулы 3, но уже британской, были связаны серьезные надежды. Во-первых, такой папа. Во-вторых, все-таки Макларен тоже, кого попало в свои молодые гонщики, не берет. И Магнусон до этого пока что не очень здорово выступал. Да, на его счету есть второе место в Моторленд Арагоне. Но потом две гонки без очков. В том числе в Монахо, когда попал он в аварию на самом старте. И это для Кевина Магнусона хорошая проверка на прочность. Если говорить о других пилотах, то здесь перестановок пока не так много. После восьми пройденных кругов дистанции довольно растянут пилотон. Но в целом позиции остаются неизменные. В том числе и позиции россиян. Но правда-правда Данил Маве только что пропустил, к большому сожалению, Ника Мюллера. Теперь россиянин замыкает первую десятку. Ника Мюллер девятый. Перед ним восьмой Михаил Алешин. Дальше Джейк Розенцвейк. Бывший напарник Алешина, который... Машина безопасности. Машина безопасности. Надо убрать. Надо убрать Доллару Лука Сафарести. Так вот, завершает первую десятку Джейк Розенцвейк на седьмой позиции. Теперь эти позиции уже зафиксированы. И вот бросается грузовичок-эвакуатор туда, на самую дальнюю часть 7-километрового кольца. И значит, нужно ему первое доехать, второе погрузить, третье вернуться. Ну, понятно, что все это займет какое-то время. Итак, начиная с лидера перечисляем. Кевин Магнусен, Сэм Берт, Марка Соренсен, Робин Фринс, Жуль Бьянки, Артур Пик, Джейк Розенцвейк, Михаил Алешин, Ника Мюллер, Даниил Маве. Вот так выглядит первая десятка. Николай Марценко по-прежнему далековато от лидеров на 21-й позиции. Но теперь пилотон будет спрессован. И будем надеяться, что в оставшейся части дистанции россиянин дебютант этих соревнований. Выступающий за команду, ну, формально она, конечно, называется БВМ Таргет. Но на самом деле это уже симбиоз итальянцев с коллективом Макса Травина. Переходный сезон. И в следующем году есть все основания полагать, что команда будет называться Макс Травин Рейсинг. Ну, посмотрим. Будем следить за развитием событий. Посмотрим. Посмотрим. Пока все развивается как пружина. Да, пружина, которая сжимается. Вот пружина интриги. И сейчас на рестарте. СПА-рестарт. Это первый поворот. Медленная шпилька-источник. Там возможны атаки. Там возможны какие-то атакующие действия. Вот еще расположение. Ну, понятно, что отрывы мы теперь не смотрим. Потому что рестарт будет один за одним. Все 22 пилота. И даже, похоже, Ричи Стэновый выбрался из боксов. И с отставанием в 6, что ли, кругов ведет гонку. Ну, правильно, почему не набраться опыта ему и команде Lotus. И вот там на рестарте гонка фактически начнется заново. Есть у нас сошедшие. Это Карлос Уэртас и Лукас Форест. Есть двое не стартовавших. Но еще 22 гонщика готовы возобновить борьбу. У нас короткая пауза. А потом мы вернемся к моменту рестарта. Продолжение следует... Полная гамма спортивных эмоций в июне на телеканале Евроспорт. Потрясающая интрига. Бескомпромиссная борьба на поле. С первой и до последней минуты. Евроспорт будет находиться в гуще событий вплоть до финала. Мы будем рассматривать под микроскопом каждый матч все важнейшие эпизоды. Вы сможете увидеть все, что пропустили. Или еще раз полюбоваться яркими моментами игры. Все последние новости в информационных выпусках. А также подробный анализ событий каждый вечер. В нашей студии соберутся звезды прошлых лет. Легенда голландского футбола Патрик Клюивер. Чемпион мира 90-го года Томас Берхоль. Победитель Евро-96 Фредди Бобич. И, конечно же, Рафа Бенитес с Арсеном Вингером. Они раскроют для вас все тренерские секреты. Будьте в самом центре событий с 8 июня по 1 июля вместе с каналом Евроспорт. Ну что же, а вот теперь-то и начнется все самое интересное. Рестарт этой гонки, первой гонки третьего этапа мировой серии Рено на трассе СПА в Бельгии. Знаете, как вот в американских этих овальных соревнованиях там гонка там 250 кругов. Вот они 220 просто намолачивают. А последние 30 вот там реальная решающая борьба. Что-то похожее у нас сейчас. Бросаются пилоты в борьбу. Первая пятерка вновь начинает отрываться от Артура Пика и преследователей. Тут же Михаил Алешин атакует Джейка Розенцвейга. Своего бывшего напарника, который именно здесь в СПА как-то завоевал свою первую единственную пол-позицию в карьере. Там же Даниил Маве наседает на Ника Мюллера. Смотрим мы за развитием событий. Дальше Росси. Александр Росси, который после подиума в Монако, казалось бы, должен был прибавить, но почему-то не блещет. Росси будет наседать на Даниила Маве. Какая у них была красивая борьба год назад на трассе Моторленд-Арагон. Когда Росси под щитами информационными промчался по грязной части трассы и вышел в лидер, обогнав Даниила Маве. Ну и что? Первая пятерка. Магнусен, Бёрд, Соренсен, Фринс и Бьянки. Каждый понимает, что это его шанс. Каждый понимает, как нужны очки. Ни один не хочет рисковать. А сзади, по-моему, Пик. Пик уже потерял свою позицию. Давайте посмотрим, что там чуть позади, чуть поодаль. Но есть ощущение, что, может быть, Артур Пик на ярко-желтой машине команды Дамс. Да, действительно. Но, по-моему, это просто кто-то из гонщиков отстал на круг. Или же Джейк Розенцвейгу удался невероятный маневр. И он смог опередить Артура Пика. Посмотрим повнимательнее. Да, очень похоже, что Джейк Розенцвейг спорит за шестую позицию. Напарник как раз Самоберда по команде АСР. Опытный американец, долгое время проживающий в Лондоне. Смог опередить Артура Пика. Ну и Алешин по-прежнему на седьмой строчке. Наверное, правильно будет сказать, на восьмой. За ним Ника Мюллер, которого мы знаем по гонкам еще в формулы Мастер. И замыкает первую десятку Даниил Маве. Маве всегда очень здорово выступал в СПА. Именно тут он по-настоящему серьезно заявил о себе пару раз. Именно здесь он стартовал как-то третьим и финишировал четвертым. И что? Пошла атака Берда. Перед автобусной остановкой по внешнему радиусу Сэм Берд. Или Ян Магнусен. Нет, Кевин Магнусен, конечно. Кто же? Никто! Никто оба срезают. Берд впереди. Берд обязан пропустить. Соренсен здесь же. Два датчанина. За пределами трассы Берд пропускает Магнусена. Но обоих обгоняет Соренсен. Что творит этот парень из команды Лотус? С третьего места на первое. Торможение в источнике. Пошел разгон вниз туда, к красной воде. Все переменилось. Фринц, Бьенки. Там дальше пик. Пик отыгрался. Пик шестой. Розен Твейк седьмой, Алешин восьмой. Но все внимание вот к этой тройке. Что сотворил Соренсен? Вы это видели? Это невероятно. Пока замедлился Берд. Пропускаем Магнусена. Соренсен по внешнему радиусу. За пределами трассы. Обогнал обоих. И контратака здесь на прямой. Магнусен потесняет Берда. Берд смещается на внешний радиус. Соренсен или Магнусен. Два датчанина во главе гонки. Соренсен впереди. У Магнусена поврежден на свой обтекатель. Но Кевин не уступил. Кевин не уступил британцу. Что касается Марка Соренсен. У него до этого было всего лишь 14 очков. Можно сказать, что в каком-то смысле он не конкурент. И умчался вперед Соренсен сразу. Ну, напомню, что в этой гоночной серии с этого года используется ДРС. ДРС подвижное заднее крыло, как в Формуле-1. Но иной принцип. Он используется в течение... Смотрим по Фтор. Сначала по Фтор. Смотрите. Берд обгоняет Магнусен или нет? Оба не успевают. Берд выходит вперед. Но это обгон за пределами трассы. По правилам нужно пропустить. Но оба потеряли скорость прыгая по бордюрам. А Марка Соренсен ехал по траектории. И дебютант сезона. Вице-чемпион немецкой Формулы-3. В блистательнейшем стиле. В стиле, который очень хорош именно в трассе в СПА. Обгоняет обоих. Вот тут Берд лидер, да? Он пропускает Магнусена. Но не одного, а сразу двух датчан. Невероятный эпизод с двух сторон. Представители Скандинавии обогнали опытного британца. Напомню. Победителя гона Гран-при 2. И участника молодежной программы Мерседес. Которого прочат на замену чуть ли не Михаилю Шумахеру. Ну, опосредованно там через Дересту. Возможно. Но Соренсен каков. Умчался. Ну, к победе или нет, неизвестно. Но умчался. И что? Еще одна атака Берда. Нет. На этот раз Магнусен прикрывается. Но еще одна. Действительно, еще одна атака Берда. Что творит этот Берд? Он уместился на трассе Бьенки. Невероятно. Они уже четвертый и пятый. И Бьенки и Фринц. Как такое возможно? Как такое возможно? И возможно ли это вообще? Да, в СПА. Потому что это СПА. Это магия бельгийских Орден. Тут же контратака. И Берд, похоже, заставляет ошибиться Роберта Фринца. Но это не Монако. Тут есть зона безопасности. Да. И пик. Не хватает ни эмоций, ни голоса. Берд и Магнусен. Берд все-таки проломил оборону Магнусена. Но это стоило обоим по три позиции. Соренсен первый. Бьенки второй. Берд третий. А дальше вот это плотнейшая группа. Здесь и Розенцвейг. Тут и Алешин. Розенцвейг, похоже, пропылил по обочине. Что творит Михаил Алешин? Он обгоняет Розенцвейга. Мюллер. И там Маве. Данил Маве тоже в этой группе. Нет. Обгоняет. Все-таки обгоняет. Здесь в эске. И ошибка Фринца. Еще одна ошибка Фринца. Похоже, Фринц немножко повредил машину в том своем выезде. Запретила трассы в источнике. Алешин уже и там сзади. Розенцвейг. Сражается с Ника Мюллером. Какая отчаянная борьба. Похоже, Ника Мюллер выходит вперед. Розенцвейг теперь под атаками Данила Маве. А там еще и Росси. Протеже Каттерхэма и лично Тони Фернандеса. Вот она атака Росси. Похоже, пошла на Маве. Здесь на длинной прямой. Перед поворотом Фань. Но нет. Россианин отбился. Отбил свою десятую позицию. А там уже его напарник Вальтер Грубмюллер. В клещи взяли парня из P1 Александра Росси. Но Маве не сдается. На эту группу накатывает кто-то из Камтека. Похоже, что это, скорее всего, это Виторио Гирелли. Самый юный участник этих соревнований. Итальянец. Ну, Гирелли это далековато. Покажите нам лидерам. Покажите нам лидеров, что там творится, а? Возможно ли вообще понять, что это было? Две безумные атаки Берда. Просто безумнейшие атаки Берда. И в итоге они проиграли оба. И он и Магнуссен. Но отметим Николая Марценко. Николай Марценко поднялся уже, между прочим, до 15-й позиции. Он прибавил после рестарта. И, возможно, как раз из-за ДРС. Начал я говорить про ДРС. Дело в том, что у каждого пилота здесь на трассе в СПА есть 800 секунд. Когда он, нажимая кнопку или специальный подрулевой переключатель, изгибает, точнее, отгибает заднее крыло, одну из плоскостей. И машина мчится гораздо быстрее. Здесь в СПА это крайне важно. Грубмюллер атакует Роси. И, похоже, обгоняет Александра Роси по внешнему радиусу. Поворота источник. Невероятно. Просто потрясающе у нас. Магнус, он потерялся. Ну и потихонечку теряет позиции Фринс. Первая пятерка совершенно, совершенно другая. Короткая пауза. И вернемся в эту же самую точку. Продолжим смотреть за этой невероятной гонкой. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Чемпионата мира возвращаются на южное побережье Португалии. Международный автодром Альгарве готов принять дорогих гостей. Половина сезона уже позади, пока конкуренцию пилотам в «Шевроле» не может навязать никто. И все же местные болельщики очень рассчитывают на своего парня. Порадует ли их Тиагу Монтейру? Этап чемпионата мира в классе Туринг в Портимау. Завтра прямая трансляция на телеканале Евроспорт. «Юглхамма» – «Юглхамма» Продолжается эта чудесная гонка, первая гонка третьего этапа мирового серии «Рено» на трассе в СПА. И мы наблюдаем за развитием событий, которые меняются калейдоскопически. Вальтер Грубмюллер только что отобрал Александра Росси. По всей видимости, 11-ю позицию позади Даниила Маве. Возможно, мы увидим спор между двумя гонщиками команды «Пи-1» и здесь. И здесь отчаянный также и не менее невероятный спор Джейк Розенцвейк и Робин Фринс. Сдерживают огромную группу пилотов как раз во главе с Даниилом Маве. Но посмотрим, удастся ли россиянину проломить эту стену, сделать в ней брешь. Пока что, пока что, похоже, Грубмюллер, сын совладельца команды «Пи-1», наседает на своего напарника Робин Фринс. Еще недавно, совсем недавно, Робин Фринс был на пятой позиции. Сейчас, я думаю, он гораздо ниже. Потерял он немало-немало мест. Думаю, что сейчас он, скорее всего, девятый, поскольку Маве замыкает первую десятку. Ну, и интересно посмотреть, что же там впереди. Где же там Соренсен, Бьянки, Бёрд, Магнусен, Пик. И где Михаил Алешин? Напомню, на прошлом этапе, неделю назад, Михаил Алешин принес команде РФР первые очки в ее истории. Ну, формально, конечно, это новая команда, хотя это базис, бывший базис КМП Рейсинг. Первая российская команда мировой серии «Рено». Ну, а заканчивая разговор о ДРС, у каждого пилота есть 800 секунд, когда он может использовать подвижное заднее крыло. И как расположить эти 800 секунд по ходу дистанции, он решает сам. Поскольку была машина безопасности, значит, у пилотов появился некий задел, некое лишнее время. И вот именно эти, возможно, лишние накопленные секунды позволили, скажем, тому же Марку Соренсену оторваться сразу же, как только он вышел в лидеры, оторваться от преследователей. И Бьянки, второй, Бёрд, третий. Начинают пилоты. Восемнадцатый круг. Есть еще время до финиша, хотя круг здесь довольно длинный. Ну, в квалификационном режиме где-то минуты 58 с небольшим, ну, или там 57, да. Ну, а в гоночном около двух, наверное, минут, может быть, чуть-чуть. Ну, вот, две минуты 0,9. В десятых Жуль Бьянки лучший круг пока что показал. Кевин Магнусом долго он лидировал, в итоге только на четвертой позиции. За ним гонится Артур Пик, за ним гонится Алешин, ну, и за Алешином Ника Мюллер. Ника Мюллер, напомню, швейцарец, дебютант, гонщик команды Драка. Немножко похожа раскраска у Драка и АСР, но у Драка она еще с желтой полоской между белой и темно-синей. И вот по этой отличительной желтой полоске как раз можно отличить команду Адриана и Нади Марини, то есть команду Драка, в недавнем прошлом чемпионскую команду, которая буквально за три сезона съехала даже ниже середняков. Пока, напомню, у команды Драка с очками довольно тускло. Пока что у них всего лишь 15 баллов и девятая позиция перед этим этапом была. Ну, возможно, Ника Мюллер немножко исправит ситуацию. Второй гонщик этой команды Андре Неграо занимает пока 16-ю позицию. Ну, а Николай Марценко, Николай Марценко там, похоже, вмешался в борьбу в этой второй плотной группе. Ну, и россиянин, который уже всех поразил на трассе Моторленд Тарагон, когда в дебютной же гонке приехал пятым, возможно, и сегодня сможет, ну, как-то там дать нам возможность говорить о себе. Пока что, пока что двое главных россиян в этой гонке, конечно же, Михаил Алешин и Данил Маве. Но, напомню, что это, в общем, самые опытные пилоты в этом чемпионате. На счету Данил Маве 76 уже проведенных гонок, у Алешина 71 проведенная гонка. У всех остальных, ну, в лучшем случае, 34 из всех не россиян, потому что третий по этому показателю Антон Небелицкий. 51 гонка, так что вот трое российских долгожителей мировой серии Рено. Но еще раз скажу, Антон Небелицкий не вышел на стат, была поломка в квалификации, и, к сожалению, команда не смогла устранить ее до гонки. И Артур Пик, Артур Пик, похоже, слишком оптимистично атаковал Кевина Магнуссона. И Артур Пик. И сам вне игры Магнуссон тоже. И Магнуссон тоже вне игры. Вот это да. Короткий контакт и прокол. Пилот стартовал с Поула впервые в мировой серии. Долго лидировал, но потом, смотрите, ошибка Пика в чистом виде. Кто сзади ударил, тот и виноват. Чтобы там кто не говорил, это касается и обычных дорог, это касается и гоночных трасс. Сейчас, если обгоняешь, будь добр сместиться в сторону. Хотя есть, конечно, формальное правило, что нельзя менять траекторию слишком резко. Но, во-первых, когда ты в разгаре борьбы, довольно сложно все это отслеживать. Во-вторых, резких маневров не предпринимал Кевин Магнуссон. Но все равно получил он заднее колесо. Он один раз сместился, а потом второй раз сместился, формально оставив ширину машины для своего оппонента. Но вот, может быть, из-за этой формальности оба иксы. Ну, пик формально поехал дальше, он, собственно, и физически поехал дальше. Ну, а Михаил Алешин в итоге всех этих приключений впереди. Потихоньку, полигоньку Михаил Алешин добрался уже до четвертой позиции. Соренссон лидирует, Бьенки второй. Жюль Бьенки, похоже, по душе вторая позиция. Он был вторым и Вальгарве. Не Вальгарве, конечно, а Моторленд Арагоне. Вальгарве в Портимане проходят в эти же выходные этапы мировой серии автогран-при и мирового туринга. Кстати, завтра, все смотрите, рано-рано утром будет в Москве квалификация мирового туринга. Ну, а вот так же, как мы сейчас смотрим, завтра поздно вечером будет и WTCC, и будет вторая гонка мировой серии Renault. Так что, пусть Ролан Горос царит в прямом эфире, но поклонники автоспорта тоже получат свою порцию адреналина. А с адреналином сегодня все в порядке. Соренссон, Бьенки и Бёрд. На прошлом этапе в Монако они ехали в обратном порядке. Бёрд первая, Бьенки второй. И как Жюль не атаковал остро, насколько это возможно, в Монако, все-таки Сэм выиграл ту гонку. Одержал первую победу в мировой серии. Ну, а теперь Соренссон, который, напомню, уже выигрывал здесь, на этой трассе и в двухлитровом классе, и в Формуле 3. Очень-очень близок к тому, чтобы вновь подняться на вершину призового пьедестала уже в новой категории. Кстати, если говорить о двухлитровой формуле Renault, проходит, естественно, в этот полноценный уикенд мировой серии и соревнования двухлитрового класса. Там Даниил Квят блеснул, пробился с 10-го места на 4-е. Там выступает Роман Мавланов. Ну, а вот информация о том, что поедет здесь Дмитрий Суранович, она не подтвердилась. Да, Суранович будет в двухлитровом классе в СПА, но на этапе североевропейского кубка, а не европейского чемпионата. Ну, надо всего лишь пилоту Гран-при 3 учить эту трассу на будущее. Ну, и также отметим, что представлена новая машина двухлитрового класса. Какая острая байба! Это Фринц и Розенцвейк! И Розенцвейк в красной воде вытесняет Фринца, не дает его пустить вперед. Сейчас Розенцвейк шестой, Фринц седьмой после всех коллизий впереди. Так вот, была представлена новая машина двухлитрового класса. Компания Татус ее представила. Это не совсем новая машина. Это, скорее, кит, набор деталей, который позволяет текущее шасси проапгрейдить до нового поколения, которое полностью соответствует всем требованиям безопасности к Формуле 3, которые предъявляются с 2013 года, то есть со следующего сезона. Ну вот, итак, двухлитровый класс, один из самых популярных в Европе. Национальные первенства, региональные, 40 машин выступают здесь. И что ошибка? Кто же бы это хотел знать, ошибся. Фринц! Еще одна ошибка Фринца! И это, подождите-ка, черно-золотая машина, это отставший на 6 кругов Стэнуэй. Что здесь делает Стэнуэй? Закончилось уже время. Ошибся Фринц в борьбе с Розенцвейгом. И вернулся в эту плотную группу, где Маве 8-й, где Стэнуэй, за ним отставший на круг. Ну и последний, последний полный круг еще за эти 2 минуты. Я думаю, многое может случиться. 20 полных кругов уже проехали гонщики. И по итогу этих 20 кругов Николай Марценко уже 12-й. Николай Марценко уже 12-й атакует Росси. Смотрим. Мюллер, Розенцвейг. Дальше должен быть Фринц, Маве, Грубмюллер, Елали. Отметим, Ника Елали. Он поднялся уже на 10-е место. Как раз вот эта борьба. Росси теряет позицию с позицией. Что там случилось? Это борьба Николая Марценко. Елали перед ним, а Росси позади. Николай Марценко обогнал Александра Росси. Может быть, не на того человека смотрит Тони Фернандес. Может быть, взять красноярца ему под свою опеку. Но здесь же пытается что-то сделать и Уилл Стивенс. Второй пилот Карлина. Но слабоват, на самом деле, этот парень по нынешней мировой серии. Да, у него есть уже очки. Но до своего напарника, тем более в такой команде чемпионской, Соренсен не дотягивает. Перетормаживает Николай Марценко. Но все-таки удерживается, удерживается на своей позиции. Теперь уже одиннадцатый. Невероятная совершенно борьба. Здесь же и его напарник Джованни Вентурини. Ну и что-то Александр Росси, похоже, может с настройками не угадал. А это плотнейшая группа, где едет Маве. Где едет отставший на 5 кругов. Соренсен, где едет Грубмюллер. Нам не показывают лидеров. А между прочим, зря. Нам, между прочим, зря смотрим, что там, там финальный уже сектор Бланшимон. И Марка Соренсен несется, чтобы стать четвертым победителем. Дайте подумать. Из четырех разных команд у нас выигрывали Фринц. Елали для Камтека, Фринц для Фортека. У нас выиграл Берт для Эсера. И теперь Марка Соренсен. Марка Соренсен готов принести первую победу в сезоне. И первую в истории команде Лотус. 21-летний датчанин. И делает это блистательный успех. Как он подловил Берда с Магнусоном. Бьянки второй. Это его место. Он заканчивает уже третью гонку. Вторым из четырех состоявшихся. И где же? Где же Михаил Алешин? Браво, браво. Браво чемпиону мировой серии 10-го года. Пробился он на четвертое место. Мюллер пятый. Розенцвейг. Шестой. Дальше должен быть Фринц. Так, ждем Розенцвейга и Фринца. И там куча мала. Там куча мала. И, похоже, Маве. Даниилу Маве. Да. Вот это невезуха. Он был восьмым. И без переднего крыла финиширует только четырнадцатым. А Марценко. У нас два россиянина в первой десятке. Но кто? Кто эти россияни? Невероятно. Сход, к сожалению, для Виторио Гирелли. Пилота Камтека. Прокол мы видим в борьбе. Не выдержала передняя. Левая шина. И, уф, невероятно. Невероятно. Марка Соренсон. Жуль Бьенки. Сэм Бёрд. Михаил Алешин. Ника Мюллер. Джейк Розенцвейг. Одна из лучших гонок, пожалуй, в карьере Розенцвейга. Робин Фринс. Только седьмой Вальтер Грубмюллер. Ник Елали пробился. И Николай Марценко. Сейчас я оглашу их стартовые позиции. Елали стартовал тринадцатым. А Марценко и вовсе семнадцатым. И для россиянина это несомненный успех. Что же, кто лидер сезона? Сэм Бёрд. Робин Фринс так остался. А Соренсон поднялся на третье место. Россияни, где расположены. Алешин десятый. Марценко четырнадцатый. Маве семнадцатый. Ну а Антон Небелицкий сегодня очков набрать не мог изначально. АСР. АСР выходит в лидеры сезона в командном зачете. Дальше ТЭК-1 и ФОРТЭК. Отметим прогресс РФР. Российская команда уже на девятой строчке. Очень-очень приятный прогресс. Ну и вот он призовой подиум. Без россиян. Но ощущается здесь дыхание наших соотечественников. Завтра вторая гонка. Завтра всех приглашаем и на трансляции из Португалии мирового туринга. Уикенд последний перед началом футбольных баталий. Так что гонок будет много. Ну а этот рассказ подходит к концу. Большое спасибо всем полуночникам, поклонникам гонок, кто был с нами. Для вас сегодня работали режиссер трансляции Алиса Баун и спортивный комментатор Александр Кабановский. Увидимся на гонках, друзья.